Добрый вечер! Что вообще такое иммунотерапия? Надо сказать, что с исторической перспективой это, конечно, старейший метод лекарственной терапии и старейший метод лекарственного лечения злокачественных опухолей. И она использует основной принцип, и все методы иммунотерапии основываются на нем. Мы хотим вовлечь в борьбу собственной силы организма. Мы хотим активизировать его, потому что мы знаем, что иммунная система может, в принципе, справиться с любой злокачественной опухолей. Наша задача просто помочь ей объяснить, снять барьеры, которые препятствуют ей в этом. И надо сказать, что здесь я уже много раз показывал эту картинку. Раньше, когда мы начинали только изучать иммунную систему, мы представляли, что это такая система безопасности, что это защита от внешней среды, от внешних угроз. Это система, которая, в общем-то, защищает нас от бактерий и вирусов. Но по ходу выяснения обстоятельств, по ходу выяснения того, как иммунная система работает, мы понимаем, что это одна из систем регуляции. Это довольно-таки сложная система с большим количеством участников, которая благодаря системе сдержек и противовесов пытается получить нужный результат. Она разбирается, с кем дружить, с кем не дружить, если с точки зрения даже бактерий и вирусов. И на сегодняшнюю иммунотерапию это оказывает принципиальное влияние, потому что мы пытаемся как раз научиться управлять и восстановить те нарушенные механизмы, те разбалансированные механизмы, которые из-за опухоли, конечно, работают не так, как нам бы хотелось. Итак, почему вообще иммунный ответ не срабатывает? В принципе, есть такая точка зрения, что у людей, у всех, у здоровых людей постоянно образуются какие-то клетки, которые могут стать злокачественными. Но этого не происходит, не все болеют раком, потому что в целом иммунная система справляется, она есть целый ряд механизмов, которые уничтожают эти клетки. У тех пациентов, у которых болезнь все-таки развивается, что-то пошло не так, что может пойти не так. Ну, во-первых, опухоль может, благодаря случайным событиям или целенаправленному отбору, она может уклониться, спрятаться от иммунной системы, потому что у нее очень схожа внешняя поверхность с нормальными клетками, потому что она активирует какие-то механизмы, которые скажут иммунной системе, что она вообще своя, ее не надо трогать, или отключат просто клетки иммунной системы, которые пришли разбираться с проблемой. Конечно, при значительной опухолевой массе, при большом процессе, опухоль настолько собирает ресурсы организма, что иммунная система просто не справляется. И самая большая проблема – это то, что опухоль, такая уже созревшая опухоль, она учится контролировать иммунную систему, то есть своего рода элемент коррупции, когда опухоль просто диктует иммунной системе, что делать, что не делать, и как сделать так, чтобы опухоль рослась хорошо. Ну и надо сказать, что не так давно, в 2018 году, за новое открытие, которое мы сегодня обсуждаем, это ингибиторы точки иммунного контроля, была присуждена Нобелевская премия. Если мы говорим в целом про иммунотерапию злокачественных опухолей, это третья в ряду Нобелевская премия, которая дана за иммунотерапию именно злокачественных опухолей. Действительно, эти ученые открыли новый подход, новый способ иммунотерапии, который вызвал революцию. И на сегодняшний день, вы видите на верхней картинке здесь, один класс препаратов, он оказался эффективен при целом ряде, каждый кружочек – это одна злокачественная опухоль. Он эффективен при большом количестве злокачественных опухолей в той или иной степени. Где-то больше, где-то меньше. Но, тем не менее, это средство, по сути, универсальное. И буквально недавно были зарегистрированы показания, которые позволяют всем практически больным злокачественным опухолем назначать эти препараты, если у них есть определенные генетические нарушения в структуре опухолей ткани. То есть это универсальное средство нашли. Что делает это средство? Это средство снимает одну из систем контроля. Если мы говорим про нормальную ситуацию, у нас есть система безопасности, система торможения иммунной системы. Если их не будет, разовьется аутоиммунное заболевание. Мы пытаемся отключить эту систему, потому что, по сути, противоопухолевый иммунитет — это аутоиммунная реакция. То есть реакция организма против своих собственных тканей. Но в данном случае мы очень хотим, чтобы она была. И чтобы у нас получилась такая ситуация. То есть мы как бы разобили коробочки, в которых мы представили опухоль. Но если, с другой стороны, точно так же иммунная система может напасть и на свои собственные ткани, и мы получаем иммуноопосредованное нежелательное явление от этих же самых препаратов, которые, получается, по тому, что мы отключили тот же самый механизм действия. Поэтому, безусловно, да, это революция, но это та машина, которая несется без тормозов. И это надо тоже понимать. Что получается, если мы предпринимаем лечение? У нас есть, в принципе, несколько вариантов ответа опухоли на эти препараты. Здесь каждая линия, которая идет выше, горизонтальной, она отражает пациента, которые живут лучше. Что получается? Что для некоторых пациентов иммунотерапия всегда оказывается лучше, она всегда лучше стандартного лечения. Это те опухоли, которые раньше лечились плохо, например, меланома, и для которой эта иммунотерапия дала просто революционные изменения. Есть другая группа опухолей, для которой вначале разницы никакой нет, и только потом реализуется то благоприятный эффект иммунотерапии, на который мы все рассчитываем. А этот благоприятный эффект выражается в том, что даже после короткого лечения мы можем достичь стойкого и длительного ответа. И пациенты могут остаться без лечения и без прогрессирования опухоли, а иногда и без проявления опухоли. Именно поэтому иммунотерапия позволяет нам рассчитывать на то, что мы можем вылечить каких-то пациентов, даже при распространенном процессе. Но обратите внимание, что это не такое большое количество пациентов. То есть если мы посмотрим на эти графики, вот у этих пациентов большой разницы от применения иммунотерапии нет, и тем более нет разницы вот этих пациентов, у которых на начальном этапе иммунотерапии может быть даже и хуже, чем стандартное лечение, но потом все-таки она становится лучше. Поэтому, к сожалению, мы на сегодняшний день работаем над тем, чтобы понять, какие пациенты относятся к вот этой группе, а какие к вот этой, которые получают несомненную пользу от иммунотерапии, у которых будет длительный эффект. Но, к сожалению, это сейчас сложно решаемый вопрос, который работает, по сути, весь мир, и в том числе и наш институт. Как отобрать пациентов, у которых иммунотерапия явно поможет, и которым иммунотерапия очень нужна, и отделить их от пациентов, которым иммунотерапия либо поможет не сильно, либо вообще не поможет. И таким образом искать для них какие-то другие варианты лечения. Обратная сторона медали. Это иммуноопосредственное нежелательное явление. Назначая такую современную иммунотерапию, мы должны понимать, что, в принципе, у нас есть уязвимости. Эти уязвимости, в первую очередь, это кожа, это желудочно-кишечный тракт, но потенциально это могут быть и легкие, и нервная система, и печень, и любой другой орган, по сути. Активация иммунной системы приводит к тому, что мы можем видеть какие-то симптомы поражения. А поскольку иммунная система работает долго, как я уже сказал, это автомобиль, который летит, и который может прилететь и поразить какой-то из этих органов уже даже после того, как мы закончили лечение, или после того, как мы ввели последнюю дозу препарата. Очень важно понимать, что все эти системы требуют контроля. То есть у пациента и у врача должна быть тесная взаимосвязь. Пациент обязан рассказывать врачу о каких-то нежелательных явлениях, даже если он считает, что это как-то не относится, что это естественно, что, конечно, если пациенту прокапали какое-то серьезное лечение, у него может быть некоторое ухудшение состояния, некоторые пациенты просто пытаются скрыть от нас ситуацию. И это, к сожалению, приводит к нежелательным явлениям. Иммунотерапия настолько опасна, что иммунопосредственно нежелательные явления могут действительно вызывать в том числе и жизнеугрожающие летальные осложнения. Но все случаи таких осложнений, как правило, начинаются рассказом о том, что пациент по какой-то причине не смог, не захотел, отказывался от предложенного лечения, откладывал обращение к врачу. И в нашей практике точно так же все случаи, когда нам потребовалось очень чрезвычайными усилиями помогать пациенту, чтобы остановить вот эту иммунную реакцию, уже патологическую, все они начались с того, что пациент поздно обратился. Поэтому задача пациента вовремя обратить внимание врача и иметь контакт с тем врачом, который назначает иммунотерапию. Конечно, врачу может потребоваться помощь, может потребоваться помощь команды врачей, потому что есть специалисты, которые лечат органы желудочно-кишечного тракта, есть эндокринологи, которые лечат поражение иммунной системы. И все это надо координировать. Но, тем не менее, есть определенные подходы. Плюс в этих нежелательных явлениях в том, что они лечатся, особенно в начальных этапах, достаточно однотипно. И, в принципе, мы можем эффективно при своевременном обращении остановить эти процессы. И более того, как правило, для ингибиторов иммунных контрольных точек, пациенты, у которых есть достаточно выраженные побочные эффекты, получают лучший эффект противоопухолевой. То есть, по крайней мере, люди страдают не зря. Но, тем не менее, про вторую часть вопроса, про лечение нежелательных явлений, надо помнить, когда мы думаем о том, чтобы назначить или не назначить ингибиторы иммунных контрольных точек. Итак, если уже приближаться к завершению нашего разговора, я бы хотел сфокусировать три основных мысли, которые я бы хотел, чтобы вы вынесли из нашей беседы. И потом мы в процессе ответа на вопросы мы просто попытаемся расширить, может быть, что-то разъяснить. Во-первых, иммунотерапия на сегодняшний день – это, безусловно, революционный метод лечения. Ингибиторы контрольных точек – это самое революционное, что случилось, наверное, в последние пять лет в онкологии. Это то лечение, которое может обеспечить длительно сохраняющийся эффект даже после его завершения. Некоторым пациентам достаточно одного-двух введений, чтобы развился этот эффект. Но надо понимать, что это лечение, несмотря на всю его революционность, оно помогает далеко не всем. И у него, возможно, серьезные отсроченные осложнения. То есть иммунотерапия – это нелегкое какое-то лечение, которое однозначно легче, чем химиотерапия. Иногда оно тяжелее, чем химиотерапия. Но оно имеет определенные свои плюсы. И, безусловно, проведение лечения, чтобы оно было безопасно и эффективно, требует очень хорошего контакта между пациентом и врачом. Спасибо за внимание.